Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжение первоапрельской подборки. Первый апрель – это действительно день не для слабонервных. Посудите сами, что еще придумывали в мире для всеобщего одурачивания. В 1980 году журнал Soldier сообщил, что шлемы из медвежьей шкуры, которые носят ирландские гвардейцы, охраняющие Букингемский дворец, нуждаются в регулярной стрижке. Как сообщалось в статье, медвежья кожа даже после смерти животного сохраняет оригинальный гормон, отвечающий за рост шерсти. Ученые предполагают, что открытие может быть использовано в медицинских исследованиях, особенно в решении проблемы облысения. Статья цитирует слова майора Урса, который отметил, что шерсть начинает расти весной, после того, как обычные медведи просыпаются после зимней спячки. На фотографии были показаны гвардейцы в шлемах, сидящие в армейской парикмахерской. Примечательно, что на уловку повелась газета London Daily Express, которая перепечатала статью как реальную историю. В 1980 году телекомпании BBC было объявлено о замене механических часов знаменитого Биг Бена на электронные. Такое решение властей журналисты связывали с желанием идти в ногу со временем. Британская общественность пришла в ужас. В редакцию поступили звонки с протестами. Такое действие было расценено как посягательство на святыню. Однако в числе звонивших были и те, кто не прочь был бы приобрести части легендарного Биг Бена. Японская служба BBC сообщила, что стрелки и часов будут проданы первым четырем позвонившим слушателям. В 1978 году, какого числа понятно, в гавани города Сиднея, что в Австралии, появилась боржа, которая волочила на буксире средних размеров айсберг. Об этом событии было известно заранее. Дик Смит, миллионер и авантюрист, давно раструбил о своем намерении привезти из Антарктиды ледяное чудо, чтобы затем напилить из него кубиков и продавать австралийскому народу по 10 центов за штуку. Ну, все-таки чистейший продукт. Можно, например, в напитки класть, как делали, говорят, пассажиры Титаника сразу после столкновения, но до того, как он начал тонуть. Кроме рядовых любителей антарктической экзотики, на пристани присутствовали представители масс-медиа, готовые освещать распил и последующую распродажу. Однако внезапный дождь обнаружил истинную природу айсберга. Он оказался сделанным из пенопласта и покрытым пеной, что используется обычно для огнетушения, а также пеной для бритья. Если вы думаете, что это уже все, зря. Скоро еще ролик выйдет. Обхохочетесь. Субтитры создавал DimaTorzok